Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Очень интересный, актуальный вопрос пришел. Я знаю, что есть методика воспитания методом от противного. Есть интересная книга, адресованная детям, где даются им вредные советы с целью, чтобы ребенок как раз так не делал. Насколько полезна такая воспитательная мера? Дорогие друзья, благодарю в первую очередь за такой вопрос. И по мере подготовки к ответу на этот вопрос я познакомился с одним текстом. Сразу хочу оговориться, что сознательно совершенно и принципиально не буду называть здесь автора или авторов подобного рода литературы. С какой целью? Чтобы даже ни прямо, ни косвенно, а вот в рамках нашей беседы на библейском портале «Экзегет» не создавать рекламу такого рода произведения. Но кто знает, кто в курсе, так или иначе, тот поймет, о чем идет речь. Вот зачитаю вам, дорогие друзья, хотя бы несколько фрагментов и предлагаю вам, в первую очередь родителям или, допустим, бабушкам и дедушкам, если вам не безразлична судьба ваших детей и внуков, предлагаю без эмоций, а просто серьезно и поглубже задуматься. Цитирую. «Если вас поймала мама за любимым делом вашим, например, за рисованием в коридоре на обоях, объясните ей, что это ваш сюрприз к 8 марта. Называется картина «Милой мамочки. Портрет». Это адресовано ребенку. Вот вы знаете, дорогие друзья, наверное, нет нужды особо кому-то доказывать или убеждать, или переубеждать, что вот ребенок, на самом деле, в силу своего возрастной психологии, он действительно может что-то не знать. Вот, допустим, ребенок растет, и он может даже ему в голову не прийти, что на обоях можно рисовать. А прочитав вот этот якобы вредный совет и преподанный якобы с целью, чтобы ребенок так не делал, он начнет рисовать на обоях. Но это еще ладно. Послушайте далее. Кто не прыгал из окошка вместе с маминым зонтом, тот лихим парашютистом не считается пока. Не летать ему, как птицы, над взволнованной толпой, не лежать ему в больнице с забинтованной ногой. Если кто-то думает, дорогие друзья, что ребенок в силу возраста может понять вот этот инфернальный юмор, то, боюсь, спешу разочаровать таких людей, что дети, во-первых, вообще маленькие дети, у них порой даже нет как бы естественного страха перед высотой. И немало вы можете найти в интернете даже видеосъемок, как маленький ребенок залазит на подоконник на девятом этаже, просто и стоит спокойно, стоит, смотрит вниз. Потом уходит обратно в квартиру. По милости Божьей, в этом случае не произошло трагедии. Но вот ребенку, которого еще психика, допустим, не до конца сформирована, мировоззрение еще не сформировано, ребенок, который как губка, губка, во что ее обмакнешь, такой она будет. Если в черную краску или в какую-то грязную жидкость, губка пропитается именно этой жидкостью. И вот смотрите, вот такой совет ребенку, кто не прыгал за кошком вместе с маминым зонтом. Вроде бы это юмор, но поймет ли ребенок юмор, а не захочет ли он, прочитав такое, действительно попробовать и прыгнуть с маминым зонтом из окошка. И отвечать, конечно, за это. И вся вина, и вся тяжесть, и боль, трагедия ляжет, естественно, на родителях. Не на тех авторах или авторе, кто составил вот это однозначно глупое и душевредное стихотворение. То есть, как бы отвечать вам, если, не дай бог, ваш ребенок познакомится с такими стихотворениями. Послушайте далее. Если всей семьей купаться, вы отправились к реке, не мешайте папе с мамой загорать на берегу, не устраивайте крика, дайте взрослым отдохнуть, никому не приставая, постарайтесь утонуть. Если кто-то мне сейчас из нашей мудрой зрительской аудитории постарается или захочет возразить, сказав, ну как же, ну это же шутка, ну что же, в конце концов, ну что ж вы, шуток, что ли, не понимаете? Вы знаете, дорогие мои друзья, а вот дети могут не понять этой шутки. И вот этот совет, никому не приставая, не устраивая крика, постарайтесь утонуть. Если этот совет услышит ребенок, можете не сомневаться, что враг нашего спасения, дьявол, которого в Священном Писании называют, что он человекоубийца из кони, то есть из начала человекоубийца, и он посодействует, что вот этот глубоко вредный, душевредный, инфернальный юмор может очень-очень повредить. Поэтому мой ответ таков, задавшим этот вопрос, и совет всем, дорогие друзья, кто пожелает этот совет услышать и задуматься. Не дай Бог вам и вашим детям знакомиться с такого рода стихотворениями. Вредные советы, особенно с таким вот, очень таким инфернальным юмором, надо держать от своих детей подальше. И сразу же хочется ответить на широко распространенное заблуждение, его часто приводят, и мне приходилось слышать и от родителей самых разных возрастных групп, когда говорят, а что вы вообще хотите, вы что хотите детей вообще оградить от всякого, так сказать, негативного влияния мира. Дети рано или поздно все равно все узнают, у них есть телефон, у них есть выход в интернет, детей невозможно держать в каких-то тепличных условиях, они все равно рано или поздно что-то узнают. Отчасти это справедливо, да, в нашем информационном мире ребенок все рано или поздно узнает, хотим мы этого или не хотим. И вопрос о тепличных условиях, это вообще как бы вопрос за рамками нашего сегодняшнего обсуждения. Ни один мудрый человек, благоразумный, тем более верующий, никогда и не создает своим детям тепличных условий. Наоборот, детей надо закаливать, воспитывать, чтобы они были настоящими воинами Христовы. Умели терпеть какие-то трудности, умели сострадать, умели думать о других, умели воспитывать их, чтобы они и ценили и чужой труд, и чужой отдых. О тепличных условиях сейчас речь не идет. Но сознательно учить ребенка плохому, даже под видом какого-то юмора, это очень глубоко душевредно. Если давайте посмотрим на эту же грань, немножко глубже. Да, действительно, в нашем современном мире ребенок рано или поздно может узнать много чего плохого. Но вот вспомните, на чем вообще строилась вся традиционная христианская воспитательная модель. Почему дети? И так у нас веками было и на Руси, и в Византийской империи. Почему ребенка сначала учили, воспитывали на светлых примерах и священного писания, и священного предания церкви, и житий святых. По мере возрастания ребенок так или иначе узнавал, что в этом мире существует и беззаконие, есть ложь, есть предательство, есть всевозможные преступления. Но как бы база, фундамент сначала у него был светлый, добрый, такой вот направленный на вечность, на устремленность к добру. Приведу вам такую аналогию. Вот смотрите, дорогие друзья, в нашем мире, да в нашем, где мы живем, конечно, есть, допустим, мусорный контейнер для собирания мусора. Это неотъемлемая часть жизни. Есть какая-то сточная канава, есть какая-то помойная яма и так далее, и так далее, и так далее. Перечислять все не будем. Все это есть. Но если маленький ребенок начнет познавать мир сначала с мусорного контейнера, с канализацией, с сточной канавы, с мусорки и так далее, то каким будет у него мировоззрения. То есть начинать познание мира нельзя с негативного. И тут очень такая многогранная проблема, она касается и различных компьютерных игр, и вообще все то, что современная массовая культура, чем пичкает детское сознание. Негативные примеры. Нельзя, чтобы ребенок, возрастая и познавая мир, начинал видеть только черную негативную инфернальную сторону человеческого бытия. Безусловно, он об этом когда-то узнает, но фундамент должен быть у него сначала светлый, добрый, позитивный, созидательный. Конечно, рано или поздно он узнает, что в мире существует зло. Невозможно, не то что ребенка, и вообще никакого человека полностью оградить, да и не нужно это делать, потому что мы воспитываемся через познание воли Божьей и борьбу со злом, борьбу со злом в себе и со страстями в себе, в первую очередь, и с проявлением страстей в окружающих людях. Но воспитание строилось, сначала надо узнать доброе и светлое. Поэтому, отвечая на вопрос, еще раз возвращаясь к этому вопросу, нужно ли учить детей таким вот вредным советом, якобы с юмором, что ребенок поймет и не будет так делать? Ни в коем случае нельзя. Не дай Бог, чтобы ваш ребенок когда-нибудь читал подобные стихотворения. Нам, верующим людям, не все равно, как мы живем, что видим, что слышим, что читаем, куда двигаемся. Поэтому будьте внимательны, берегите своих детей. И как говорит нам Господь в Священном Писании, «Пустите детей приходить ко мне, ибо таковы кисть Царствия Божия». Задумайтесь над этим, дорогие друзья, на то, о чем мы сегодня говорили. И будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.